Почти 60 лет к нему идут за добрым словом и мудрым советом. Иоанн Хорошевич – один из самых почтенных священнослужителей Беларуси. Протеорей стал лауреатом премии за духовное возрождение. Высокая награда вручена за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения. Я не ожидал, конечно, что ко мне или меня вот так же удостоит этой высокой премии. Здесь и не без промысла Божьего приходится, чтобы рассказать свою какую-то боль. Вот просит некого сочувствия и совета. Вот приходится выслушивать, понять человека, с какой ношей пришел. Был долгие годы такой духовный голод, и родители сами много чего не знали и не могли дать какие-то понятия в духовной жизни своему чаду. Поэтому сейчас такая возможность есть. Мы собираемся, беседуем, рассказываем. Они с удовольствием слушают и не хотят уходить. Настоятель церкви Марии Магдалины многое сделал для храма и прилегающей к нему территории. Это первая церковь, которая была возвращена верующим в годы перестройки. До этого храм имел вид как гражданское здание. Были с него сняты кресты, купола, и в нем находился фотокиноархив. Архив выселился отсюда, а мы приступили к его реставрации и возрождению. Надо было восстановить и внешний вид, и внутри то, что было возможно. Народ доверяет мне как настоятель. Если попросишь какие-то вопросы решать, то решают с удовольствием, помогают. Вскоре при приходе откроется новое здание. Дом духовного просвещения строился на протяжении четырех лет. Сейчас в воскресной школе занимается около ста детей. Дом духовного просвещения строился на протяжении четырех лет.